Владимир Сергеенко у нас на связи 8 903 170 63 63 для ваших сообщений Владимир Продолжаем нелегкий разговор о том, что сейчас происходит, как происходит, где происходит, с кем происходит И знаете, я хочу зачитать одно сообщение, сразу прошу вас спокойно его воспринимать Мы должны знать некоторые вещи о том, как кое-кто нас воспринимает тоже Прежде чем я его зачитаю, я очень благодарен за то количество сообщений, которые сейчас идут в поддержку, в солидарность, с благодарностью команде Вести ФМ С выражением солидарности, между прочим, очень часто, непосредственно, именно в ситуации Не в виде какой-то там, знаете, плутающей, непонятной какой-то лексики А конкретно я поддерживаю Россию Это важно Это важно чувствовать, что мы сейчас вместе Как бы тяжело ни было В каком бы мире мы ни проснулись бы, это важно А теперь я хочу ответить человеку, Юрию Бурману, который написал СМС Уважаемый, еще 10 секунд, Юрий Я не реагирую на сообщения, а мол, слабо зачитать Поверьте мне, когда работаешь с живыми сообщениями, вот это вот на слабо Количество помоек, гадости, которые в личку прилетают, вырабатывается толстая шкура Но ваше сообщение мне очень понравилось И вы не единственный, кто пробует так рассказать Дорогие радиослушатели, внимание, вот так пишут враги Вы, ребята, совсем рамсы попутали Вы сами себя слышите Геббельс отдыхает У вас пока пьянка Вы про похмелье подумали Цена этой авантюры будет вам не по карману А Тель-Авив не с вами Неуважаемый Юра Вы за весь Тель-Авив говорить не можете Потому что у меня и другие сообщения приходят Вы не можете говорить вообще в этом контексте Потому что это новая пропаганда Попробовать с фашизмом что-то сравнить, чтобы обелить преступления фашизма Чтобы те, кто несут эту ответственность и должны нести всегда Чтобы они вдруг проснулись и поняли, что у них рубашечки чуть-чуть стали белее Потому что такие, как вы, пробуют сравнивать с преступлениями нацизма происходящие другие вещи И вы молчали, когда зиговали нацисты из батальона Азов Вы поддерживали, когда им предоставляли кое-ка места в немецких госпиталях И в Израиле тоже в том числе молчали об этом Ваша жизнь, если вы в Израиле Она могла появиться только в одном случае Вы забыли, кто освобождал без просьбы немцев, немцев от нацизма И индустриальное уничтожение людей, которое устроили немцы Вы бы не остановили никогда И ваших соседей бы не существовало, если бы не Советский Союз Я вам ответил Не пишите нам, не слушайте нас Живите в своем мире неонацистском Нам такой мир не нужен Мы ценим друг друга, мы любим друг друга И мы переживаем друг за друга Мы за украинцев переживаем И такие вещи, вы знаете, регулярно Эти люди пробуют рассказать о том Как гибельская пропаганда сегодня создает антилицо с русского человека И русский это не тот еще раз, кто говорит по-русски и имеет русский паспорт Это тот, кто думает, это тот, кто симпатизирует Думает по-русски, симпатизирует России Сегодня русские расширились И этим русским нелегко Нелегко вот таким вот мразям противостоять Которые рассказывают о гибельсовщине Та гибельсщина, которая из евреев делала не до человека Чтобы аргументировать, почему их будут уничтожать Массово, индустриально, на конвейере Та же самая калька работает Чтобы из русских делать не до человеков И я считаю, да, это не только моя цель Отвечать вот этим подонкам Которые пробуют сравнивать преступления нацизма И делать вид, что они ничего не видели У нас время иное Да, разговор очень тяжелый Да, облажались западные политики В своем салонном восприятии Проблем этого мира Да, довели до края Предупреждали всех Мы не знаем, как это закончится Это правда Мы не знаем, чем это закончится завтра Но осознание того Да, и похмелье может быть очень тяжелое Оно уже сейчас И никакого ража нету Мы прекрасно понимаем Все напряжение, которое происходит Вы знаете По поводу поставок оружия Я Вчера говорил Что первые поставки Конвой Очень профессионально Поляки так информацию дали Непонятно Военные сидят за рулем Если военные сидят за рулем Конвоя, в котором оружие на Украину То поставки натовского оружия И появление сейчас На территории Украины Натовских солдат Это особый процесс К нему присоединились немцы А как немцы будут поставлять А как сейчас гаубицы придут из Прибалтики Все через Польшу А что у нас Франция тоже сказала Что будет поставлять Немцы стингеры решили поставлять У нас время очень непростое И мне кажется Слова Владимира Путина Некоторые политики не услышали Которые несут ответственность В том числе и за свои страны Французы, немцы Те, кто осознают Что происходит вне пропаганды А именно осознают вне пропаганды И они действительно забиваются Вот этой вот В прошлом сезоне Это называлось демократия Вот этими большевиками Еврокомиссарами Создавшими очень жесткое Информационное поле В котором непозволительно думать иначе Поставщики оружия сейчас Это все те, кто заинтересованы В продолжении войны Это все они Коллективный сговор Запада И опять мы одни В этом разговоре Тяжелом и нелегком Практически проскочило Мимо заявления Макрона Очень интересное заявление А Макрон Обратился к своим фермерам К французским Он сказал, что Последствия войны На Украине Приведет к тому, что У французских фермеров Будут большие проблемы Потому что цены на вино На зерно На энергосители Ударят все это И по житноводству И тогда фермерам Нужно обещать поддержку А фьючеры на зерно Тоже находятся Совсем Вот как фьючеры на газ Об этом мало говорят По поводу фьючеров на зерно И Цены на хлеб Растут в Европе Цены на все Растут в Европе Этот кризис Будет длительным Эта война Будет длительным И все кризисы Связанные с ней Также будут продолжаться Ага, Макрон Так все Все вы, господин Макрон Понимаете Вот действительно Все вы понимаете Правда, Макрон Пробует спихнуть Все на односторонний Выбор Путина Макрон Раскройте тогда Полностью Все переговоры Которые были в России Расскажите о том Пакете Который вы предлагали Россия Ну, дипломатические игры Дипломатические игры Ну и вперед Мне вот эти Односторонние обвинения Что Макрон Что Байден Что Шольц Да мало ли что вы говорите Я знаю, что вы Очередной раз Облажались Волатальность На сельскохозяйственных рынках С фьючерсами На плечи На пшеницу Достигла Рекордного уровня В Париже 24 февраля Фермеры обеспокоены Макрон первый Кто заговорил об этом В Евросоюзе Это связано Со многими вещами Я понимаю, что Посевная Посевной И Повышение цен Как только повышаются Цены на энергоносители Сразу повышаются Цены на все Моментально Потому что доставка Стоит дороже Ну то есть Из пункта А в пункт Б Что-то привезти Нужно больше бензина Нет А вот цена на бензин Дороже обходится И это всегда такие Процессы Которые происходят Чуть-чуть Запозданием Цена на бензин Сегодня поднялась Завтра Продукты будут Стоять дороже Завтра Это фигуральное выражение Конечно же Где-то через две недели Где-то через месяц Поддержка фермеров Да Она и так существует Потому что Многие товары Неконкурентно способны Не только Францию Это заденет Германию Это заденет Польшу Это всех заденет И вот здесь У меня вопрос По поводу Такие вопросы Не часто попадаются И Вот я прочитаю Как это Дмитрий видит Что мешает России В ответ на санкции На их мерзости Отключить Европу От энергоносителей Уже на эти грабли Наступали Когда поставляли Германии Зерно Перед самой войной Спасибо за позицию Дмитрий Дмитрий Правильно Правильно Вы говорите Что мешает Санкции Против санкций Асимметричная Ответы У нас Мир в котором Знаете Вот Слово тоже У нас много слов В политологии Появилось Порешать Кинули Кто-то не лох Так вот По поводу Кто нам мешает А на самом деле Никто Если Рубимся А у нас Рубиловка идет Очень серьезная И в экономическом Пространстве То рубимся И Если отключает От свифта Выборочно что-то Цель Запада Не остановить войну Смотрите Что они делают Они пробуют Придушить Чтоб дышать Невозможно было Понимаете Будешь задыхаться А там Глядишь И переворотик Можно устроить Технологии Существуют Никто их Не отменял Я не знаю Я не знаю Как относиться К тому Что соцсети Тут тормозят То совсем Тормозят И действительно Поляризация В обществе И консолидация В обществе Это процессы Которые иногда Очень сильно Даже манипулируются Очень Очень сильно Когда Макрон Поднимает вопрос О фермерах Он именно И отвечает Вам Дмитрий На ваш вопрос Что мешает Россия А вы знаете Все зависит Санкции Контрсанкции Санкции Контрсанкции Это не игра Это рубиловка Идет Настоящая И в этой рубиловке Когда Первый раз Германии Сказали Да без проблем Мы газ Закупим В Азербайджане И в Египте И в Нигерии Жиженный газ Все уже готово Вперед Закупайте Закупайте Что же вы такие Северный поток Один Как там Отказались От энергоносителей ГТС Украины Как там Отказались От энергоносителей Блокируете Российские банки Частично Полный свифт Не ввели Блэкаут Не захотели делать Действительно Хотят Именно сделать Иезуитски Больно Придушить Они хотят И цель у них Только одна Они живут Мыслями Что русский Человек Когда почувствует Что и у него Стало дороже Бензин Когда он почувствует Что он не может Приехать Как сказал там Боррель Что все Не будут больше Бриллианты В Антверпене Покупать Вот прям русский человек Этим и живет И все российские Депутаты Прям этим и живут И цель Какова Очень просто Они мыслят Именно вот Салонно мыслят Вчера об этом говорил Салонная философия В одной руке Бокал вина В другой сигара Белая рубашка И не выходя Из этого салона Можно почитать Одновременно И Гегеля И Гетты А потом подумать О том Как русские люди Сейчас начнут Себя вести Когда они Экономически Их придушат И они так В этом салоне Сидя Рассуждая Между сигарой И вином Или там коньяком Они обязательно Думают Вот мы сейчас Так сделаем И русскому человеку Будет плохо И он тогда Свернет правительство Они так мыслят Действительно И в ответ Ну в ответ Будет такой Какой будет По факту Поступления информации По факту событий Вы знаете Вот спекулировать Я не буду Насчет Что мешает России В ответ на санкции Вот мы увидим Что сейчас будет происходить Это рубиловка Я неоднократно говорил Что не заканчивается Все северным потоком Который и так Не запускается Да в тех обстоятельствах Он мог бы запуститься И не раз И Германия Отстаивала право Да И Германия Была адвокатом Северного потока И сама стояла Противопоставила себя Всем этим шавкам Большому дяде Из океана Все это было Время изменилось Все у нас Новая ситуация В новой ситуации Мы по новым правилам Еще не играем Но мы осмысливаем их А в новых правилах Вы знаете Вот вторые сутки Идут ожесточенно Опять же И на уровне фейков И на уровне аналитики А также давления У Турции есть Обязательства По Дарданеллу Вы знаете Корабли пропускать можно А можно и не пропускать Вот Турция уже закрыла Проход для российских судов Или не закрыла А как это будет В ближайшее время Отвечаю Обострение Которое происходит Оно не связано Только к тому Что Россия Перестает Поставлять И любой аналитик Вам это скажет Энергоносители Не только к этому Существуют регионы В которых Энергоносители С интервалом Примерно Вот смотрите на часы И так вот Каждые пять минут Идет огромнейший Танкер по воде Просто огромнейший Вы что думаете Америка просто так Сейчас с Ираном Договорилась Там у них Любовь морковь Что ли случилось Что вроде Чуть ли там Позиции не сблизились По иранскому вопросу По ядерной программе Красивая дипломатия Америка вернулась Европу снова Отодвинула Они только одни решают Им нефть нужна Им газ нужен И там тоже есть Узкое горлышко И если мы живем В новом мире Вот здесь вот У американцев Есть собственный ресурс Собственный запас Они его Купорят И начнут им пользоваться А вот у Европы Нету И газовые хранилища Пустые И да Как они сейчас говорят За демократию Надо платить Может быть и дорого Но мол Свобода не продается Я с вами полностью согласен Свобода не продается А вот торговать Это такое дело То есть что автоматически Все цены повышаются Это да А насколько глубоко Зайдет кризис И как Если Кто-то решил Что может остановить Российский корабль Да Третий мировой Байден не хочет Ярко выражено Не только Байден не хочет Много кто не хочет Если Европа Кстати Будет себя дальше Вести так И все будет Двигаться Как идет Посмотрим Как Запуганное Население Европы На котором Четко Отработали За последнее время Что во Франции Что в Амстердаме Что в Голландии Нидерландах Что в Германии Как нужно Народ держать В узде С помощью полиции По поводу Ковида Да По поводу Желтых жилетов То Французские фермеры Неоднократно И немецкие фермеры Знаете как они делают Они едут На тракторах В столицу И едут по автобану Где не имеют права ехать Потому что Минимальная скорость Ограничена Именно минимальная скорость Там меньше 60 Ехать нельзя А они едут по автобану И блокируют полностью Всю трассу А дальше Часто было Они приезжают Берлина Например У них такие Цистерны Литров на 500 И в этих цистернах Они как правило Удобрения По полям Развозят Вонь Жуткая Это канализационная Вонь Эти удобрения Природой пахнет Натуральные Ну с добавкой Конечно Ядреной химии И начинают Случайно делать Аварии То есть там Они разливали И на Елисейских Полях И Возле Бундестага Возле Рейхстага Случайно Ну как будто Авария застрахована На самом деле Это протесты фермеров Протесты фермеров Они такие Знаете Очень узкие Потому что Проблемы фермеров Они Ну не общегражданские Но когда Энергоносители Становятся дороже Я предрекаю В Европе Очень Сильное Недовольство Европейскими Правительствами Это не связано Непосредственно С Россией То что там Все солидаризировались Аля типа Так там подавили Сейчас инакомыслия Очень сильно Его давят И период Может быть такой Что давить надо инакомыслия Мне тоже не нравятся провокаторы Мне тоже не нравятся истерики Некоторых людей Просто не нравятся Но Насчет подавления Я как раз говорю Говори То что ты считаешь Нужным То что иногда Микрофон у этих людей Надо забирать Он пусть говорит Но без микрофона Микрофон Это социальная площадка Это действительно Громкоговоритель на улице И С точки зрения Разговора Макрона О том Что происходит С фермерами И что этот кризис Заденет Ну вы знаете Здесь он как раз Первый отреагировал На то что будет происходить И как это будет происходить Является ли это Средством давления На то чтобы Дипломатически Осмыслить что-то Является ли Субъектом Макрон И тот же Шольц И тот же Анджей Дуда Из Польши И тот же Орбан Чтобы с ними Разговаривать И пробовать Объяснять тем Что происходит Не надо Они знают это все Они просто делают вид Что иногда не слышат А иногда слышат И В любом случае Собственный пиар Кураж Всегда еще рассчитан На внутреннего потребителя Это благородный раж Вот этих вот Салонных политиков И Дальше Развитие событий Вот это как черная дыра Пришла информация Обработали Подошли к краю Этой черной дыры И делаем Какие-то выводы А в саму черную дыру Не залазим Потому что Там информации нет И оттуда Никто не возвращался Вот у нас тоже Горизонт событий Он существует И мы видим Вот мысли Макрона Они как раз и есть Это горизонт событий Который уже грядет И Понятно что Украинский кризис Сейчас уже Не называется Нерусским кризисом Сейчас его Решили называть Русским кризисом А я бы сказал Что это глобальный кризис Нью-Йорк с нами Вот я читаю Одесса Татьяна с нами Влад нам пишет Санкт-Петербург Нам придется Уничтожить НАТО Не думаю что это возможно Но пододвинуться Такая необходимость есть Или застынем Знаете Вот в Амстринге Когда Руками сцепились И каждый хочет Положить в ту или в другую Сторону Осмысление того Что нужно Демилитаризировать Европу Происходит Именно так Как оно сейчас происходит Нижний Новгород Советские люди Непобедимы Мне это напомнило Слова из комедии Наши люди На такси не ездят У нас уже Советских людей нету У нас уже разговор идет Что такое Русский дух И да Почему я говорю Нужно поддерживать Друг друга Потому что Вы знаете Провокаторы Уже Вы себе представите Не может с какой скоростью Монтируют видео Когда вы прям Видите Владимира Путина Кадырова И они что-то говорят Ну ощущение Прям живая трансляция Прям здесь и сейчас И это тоже война В киберпространстве В информационном пространстве София нас слушает Владивосток нас слушает Рязань с нами Отлично Красноярск с нами Капитуляцию надо принять А не переговоры Пишет нам Марина Марина Вы знаете Я если честно Тоже за капитуляцию Притом безоговорочно Но вы посмотрите Что вытворяет этот политик Пока еще Главнокомандующий Украины Он носом крутит Он считает Что переговоры Он может вести По своим Мало того Его подогревают Все время Вот эти аналитики Запада Мол мы тебе дадим Оружие День простоять До ночи продержаться Там мы еще 200 стингеров дадим Да они рассчитали Аналитики из НАТО Генералы бывшие Военные офицеры НАТОвские Все время говорят Россия не рассчитала Все провалилось А дальше идет Информационная Продержка И то что я вижу В фейковом пространстве Это очень профессиональная Работа Которая вызывает Здесь и сейчас Эффект эйфории Эффект эйфории И тут же эффект боли Потом снова Эффект эйфории И все время Вот они Рассказывают о том Как они уже победили Практически И Я не вижу Вот я не вижу Действительно Роя мыслей О мире Я вижу только Все время Подогревы И когда начинает Говорить Операция Спецоперация Полностью провалилась Они же давят Этим на Зеленского Он действительно так думает Он что профессионал? Владимир Я прошу прощения Сейчас сделаем Небольшую паузу Впереди новости И вот Владимир Мединский Наш представитель На переговорах С Украиной Делает заявление Делегация России Ждет ответ От Украины По переговорам До 15.00 Подробности в новостях 63.63 Для ваших сообщений Здравствуйте Владимир Европа не понимает Очень часто встречаю Я именно такое Вот Вступление Европа не понимает Что не безоружные беженцы Из Африки А сотни тысяч Вооруженных боевиков С Украины Сметут Европограничников И хлынут в Европу Зелику Уже капут С уважением Владимир Москва Владимир Знаете Насчет Зелика Вот Часто были такие разговоры Демократический режим Это временный контроль У человека Который по какой-то причине Популярен в первую очередь В своей партии Дальше включается технология И он занимает временный контроль Над чиновниками Которые профессионально работают В различных областях Ну то есть Может ли Зеленский Контролировать Министерство финансов Министерство Трудозанятости Экономики Министерство обороны Нет конечно У него нет никакого опыта Только профессионалы Модель отработан Понимаете Когда человек Получивший Огромное количество Удара в голову Трех слов связающих Не может Кличко Говорит Да я и не собираюсь Управлять Киевом Я команду Возьму просто профессионалов Понимаете То есть Модель вот Вот этого временного контроля Человека Который не является профессионалом Но вполне может справиться Например С ситуацией В хорошей Спокойной Сытое время И Зелик Это что-то иное И Часто вот без уважения Зеля Зелик У меня тоже уважения нет Потому что державное мышление Дано не каждому Популизм Это очень простая вещь На волне популизма Можно и президентом стать Как мы видим А вот быть профессионалом Принимать Державные решения С ответственностью Лет на 25 Вперед Извините Это нужно иметь Смелость Я думаю Вы слышите Со мной сегодня Симба Кот Помогает Вести мне программу Не отходит Просто постоянно Трется И Ответственность Державных решений Она не видна Вот В притык на нее Смотришь И не понимаешь А через два года А через пять А через десять А если Мужество Принять Державную Ответственность И сделать шаг Который Может быть Непонятен Мы можем Даже осуждать Его И тогда Нужно Действительно Заниматься Просветительской Деятельностью Прямо Разъяснять Что происходит Последние Слова Зелика Как Владимир Пишет Москва Зели Зеленского Действующего Еще президента И Главнокомандующего Урженными силами Украины Для меня Были Все штуки В Мюнхене Когда Ему аплодировали А он сказал О том Что Украина Притом Вот Знаете Как он говорит Вот это С манерой Такой Симпатию Вызвать И Заикнулся Это не пробный Камень был Это именно Сорвать аплодисмент У тех Кто там сидел На этой конференции По безопасности В Мюнхене И такую мысль А мы ядерное оружие Будем иметь А вы знаете А он и дальше Мечтает об этом Он и дальше Мечтает А мечтает он Потому что Ему Советники Западные Вбивают в гол Он не профессионал Он не понимает Что происходит И в этом Непонимании Конечно Ты прислушиваешься К авторитетам А если Четырехзвездочный Генерал НАТО Говорит Что Все там День простой Эти ночь Мы оружие Подкинем Там все Русские увязли Прови побольше Они хотят Вот что они хотят То конечно Представляете Какой гениальный план Поставить вот такого Человека у власти На территории Государства Украина Которое Как государство Сейчас нуждается В государственном Решении В ответственном Решении За людей Переживать Надо Сейчас не за экономику Украинскую Переживать Надо А именно За людей Хорошего Доброго дня Тайвань Слушает Прекрасно Чебоксары С нами Прекрасно И вам спасибо Что вы пишете Добрые слова И всей команде Пишите Добрые слова И пишите Откуда Вы их слышите Тольятти Очень внимательно Нас слушают Спасибо Марина Разве Тех Кто Власти В Евросоюзе Не потомки Изнивших В советской Земле Нацистов Не встят Теперь Русским За это Спасибо Виктор Новосибирская Область Сервер Показывает Спасибо Виктор За этот Вопрос Вы знаете По поводу Потомков Самолюбование Типичного Европейца В зеркале Да Гитлеру Аплодировала Вся Европа Вся Европа Ему Аплодировала И Были В советские Времена Много Промаха По причине Того Что Соцлагерь Строился Где Нацификация Не закончена А Как Должен Относиться Советский Человек Если Он Граничит С государством Которое Может представлять Для него Опасность В те Времена А как Относиться К тому Что Люди Отсидевшие За свое Преступление Потому что Они участвовали В войне Военно-пленные Мечтающие Мечтающие Между прочим О ревизии Всех Отношений Настоящие Ревизионисты Это враги Которые были Союзники Нацистской Германии И в Венгрии Они были И в Чехословакии Они были Поднимают Восстание Под видом Чего Демократических Норм Всю правду О восстании Венгрии Мало кто знает И то что Это было Тоже Преднамеренно И заранее Спланировано Это Очень Такой Интересный Архивный Разговор Очень Интересный В Евросоюзе Много Кто Любуется Что он Не отвечает За преступления Дедов Это факт Они Типа Отмыты И немцы Тоже любят Врашиваете Да я не отвечаю Нет Ты не отвечаешь Ты абсолютно прав Никто тебя не осуждает За преступления Твоих дедов Нет Я часто веду Эту разъяснительную Работу Я действительно Просвещаю Немцев В этом отношении Я им говорю Вы действительно Не виноваты За преступления Ваших дедов Но если вы Твари Попробуете Подойти к нам На такое расстояние Что нам станет Вдруг Не страшно Нет А понятно Что нужно еще раз Вас будет Примечтожить В вашем логове То это теперь Не красное Знамя победы На куполе Рейхстага Это полностью Отсутствие Рейхстага В физическом Смысле слова Неоднократно Эти разговоры Были И когда им Так говоришь Они ушки То прижимают Хвосты Поджимают И бегут Себе опять В салон И поговорить О том Что они Демократия Цивилизация Все у них В порядке У них действительно Все в порядке Вы знаете Они делают Все что угодно Как сказал Один немецкий Политик Я полностью Согласен С этим Хотели сделать Из Украины Буферную Зону Безопасности А сделали Санитарную Куда Весь брод Собрали В политическом Контексте Санитарная Политическая Зона В которой Неонацизм Пестовался В тени И как только Нужно было бы Дверь открыли Они из тени Выйдут И что они Будут делать Абсолютно По гебельской Кальке Шла Накачка Против Русских Закончилось В Германии Известно Как Вначале Индустриальным Умножением Расового Расы Штат Циркулями Меряли А здесь Замысли Что ты Русские Меряют Тебя Они все Подготовили И вот эти Кто власть Должен был Взять Они стояли Все время За дверью А кто власть Имеет Такие Как Зеленский Они прекрасно Знали Кто стоит За этой Я слышу Когда о том Что переговоры Могут быть Приглашают На переговоры Мне кажется И это вот такой Внутренний голос Если Зеленский Не может на себя Взять Осмысление Важности Переговоров Остановки Кровопролития Именно не может Дойти До той высоты Державного Решения То вполне Возможно Что и не Зеленский Должен Принимать решения Не Гитлер Подписывал Капитуляцию Абсолютно Не Гитлер Вести Если нациков На Украине Оставить Не добив То они Очень скоро Начнут мстить Тяжелый вопрос Тяжелое Размышление Вы абсолютно Правы Владимир Тверь Тоже с вами Коломна Нас слушает И есть Части банков РФ Вывели Из-под запрет Использование Свифт Вопрос А что если Эти банки Солидируются С банками Попавшими Под запрет Расплатиться За газ За нефть Будет нельзя Этих ресурсов Европе станет Значительно Меньше Ну вот Размышления В этом контексте Напоминаю Когда Иран Вел переговоры По ядерному Ради Не созданию Ядерного оружия Среди прочих Был создан Специальный фонд Который Должен был Заниматься Экономическими Рычагами Взаимодействия С Ираном Вроде как Из-под санкции Выводят Иран Может продавать Не только Для того Чтобы еду Иметь И был Этот фонд Создан Потом Америка Выходит Из соглашений Всеобъемлющих По Ирану И вводит санкции Против всех Кто имеет Иран Знаете Чем закончилось Закончилось С тем Что наличными Деньги Грузили Вот эти Миллиарды Из этого фонда И везли В Иран То есть Фонд перестал Функционировать Здесь есть Определенные Резкие Определенные Передергивания Потому что Я разговаривал С юристом Который сказал Я даже не знаю Могу ли я Сейчас Например Заниматься Банковским сектором Владимир Прошу прощения Небольшая пауза Вести ФМ Итак Юрист вам ответил Про банковский сектор Да Что вполне возможно Что он говорит Я не могу Просто заниматься Этим делом Потому что Я попаду Тут же Ну хорошие люди Напишут Я попаду По санкции И меня блокируют Оперативные счета То есть Санкции Войдут в меня Никто не знает Как это сейчас На самом деле происходит Вот никто не знает И Вот хочу вернуться Опять к цитате Мы разрабатываем план Повышения устойчивости Сказал Макрон Потому что Владимир Я прошу прощения Как-то у нас связь изменилась Да Да Так Да Вот вы кашляете В микрофон И у нас сразу Почему-то Понижается Уровень звука Я понял То есть Динамики Сработают Компенсацию Да Так вот Давление На такие традиционные Отрасли Как Французский экспорт Вино Зерно И дальнейший Рост на энергоносители Ударит По животноводству Вот еще раз И еще раз Та очередь Из Танкеров Которые Жиженный газ Будут вести И Создание пробки В определенных Проливах Заливах Это тоже Будет влиять На бешеный Скачок Европа Большая любительница Биржевых спекуляций Точно так же Как и США Акулы Этого бизнеса Будут зарабатывать Бешеные деньги И не забываем Пожалуйста Что часть жиженного газа Например Которая постоянно Шла в Азию Потому что там Цены покруче Вдруг поехала в Европу Знаете почему? Потому что цена В Европе Вдруг стала дороже Чем цена в Азии А вы что думаете? Азия не нуждается И не будет торговаться? Или не может платить? Может Может Поэтому Санкции И игра в санкции Вот насчет Свифта Я хочу обратить внимание Это очень важный момент А вспомните Когда вы первый раз Вообще узнали Что такое свифт Когда вы услышали Об этом Те кто Не занимается экономикой Они даже такого слова Не знают И если Не знать такого слова И не понимаешь О чем вообще речь То конечно Вдруг начинаешь Осознавать Что есть такая Банковская система В которую Входит Большое количество Банков Передача информации Межбанковская И вот От этой системы Можно отключить Выборич На вопрос А кто может Подставить плечо? А если Центербанк Под санкциями? А если Ценные бумаги? А если Вообще Они грабители И сказали Что мы С вами Дела не имеем Санкционный режим Одного момента А если Это другой Санкционный режим В котором Начнется Охота Охота Кто кому Помогает А ты помогаешь Значит мы Тебе тоже Извините Пожалуйста Но ведь Был момент Когда Такая охота Началась И списки Выставлялись Не дай бог Тебе в Крыму Что-то делать Не дай бог Ты поставляешь Турбины Для опреснения Воды А почему Турбины Поставляли? Потому что Воды не было А почему Воды не было? Потому что Дамбу построили Что делал Запад? Давил на тех Кто эти Турбины Мог поставлять Сименс что? Тут же забрал Свои турбины То есть Давайте живите Без воды Что сейчас Будет Запад делать? Насколько лет Санкции вводят? К этим санкциям И так подводили Вот-вот Не за горизонтом Они уже были Список санкционный Который все время Вслух обсуждался Все время Вслух обсуждался Это SWIFT Это Северный поток 2 Сейчас этот Гордиев узел Разрубать Это Очень Такой Современный Актуальный момент Очень И Многие вещи Которые Были логически Озвучены Потому что Они прогнозировались Эти многие вещи Просто стали Реальностью жизни И действительно Кто не хочет Разговаривать с Лавромом Разговаривает с Шойгу Ведь действительно Это так Некоторое время назад В северной части Индийского океана Были совместные Учения Китая Россия И Ирана Просто Совместные Учения Только Специалисты Заметили В этот момент Колебания На бирже Чуть-чуть Удорожания Чуть-чуть Удорожания Для многих Это миллионы Заработков В сутки Просто в сутки Для тех Кто живет Этим бизнесом Почему Потому что Определенная Экватория Была на определенный Момент Закрыта Это значит Что нужно Ее как-то Стороной Оплывать Напомню еще Один момент Помните Когда ветер Развернул Сухогруз В Суэцком Канале И там все Застоприлось Была пробка Из кораблей Вот просто пробка В большом городе Машины не могут Выехать Вот точно так же Была там пробка И это привело К потрясающему Быстрому Скачку Готова ли Экономика Запада К таким Потрясениям Нет Они вообще Ни к чему Не готовы Думают ли они Об этом сейчас Да Думают Притом Очень-очень Думают Дорогие радиослушатели Я вижу Ваши сообщения Я их Вот программа Заканчивается Через некоторое время А я их буду Все читать И читать Читать И читать Потому что Это очень важно И это правда мотивирует И поддерживает Действительно Мы должны быть Вместе Демонстрировать друг другу Солидарность Время непростое И эта солидарность Очень-очень важна Она важна всем Она важна нам Мы помогаем друг другу Она важна тем Кто слышит Но иногда Не думает Так глубоко На некоторые темы И действительно Может Пойти на поводу У фейковых новостей И в этом контексте Конечно Очень важно Быть крепким Духом Что я вам всем желаю Конечно Мы переживаем За близких И даже не очень Близких нам людей Многие вопросы Останутся без ответа Ждем изменения ситуации В лучшую сторону И не надеемся А верим В это изменение И иногда Глубоко экономические Вопросы Или политические Даже обсуждать Не хочется Потому что Просто сердце Кровью обливается Переживаешь За своих За наших И вот знать Что мы наши Это очень важно Я считаю Сейчас Поддерживать тех Кто выполняет Очень тяжелую Миссию На всех фронтах Дипломатических И военных